Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите канал Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендую подписаться на канале. Большое количество интересного и полезного материала обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. В том числе и обзоры сравнительные тест-драйвы, а также обзоры технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а всю актуальную информацию по нашим автомобилям и по вакансиям смотрите по ссылочкам, которые будут на экране. У каждого человека в жизни наступает момент, когда ему может понадобиться многоместный автомобиль типа минивэн. И в основном раньше выбор подобных машин сводился к автомобилям с правосторонним расположением рулевого управления. Но в последнее время, благодаря параллельному импорту, к нам начали попадать и леворульные экземпляры. В частности, сегодня в нашем обзоре один из представителей этого семейства, причем современный. Встречайте, Kia Carnival 3-е поколение, кузов YP. Kia Carnival 3-й генерации появился в 2014 году. Эта модель продолжала выпускаться вплоть до 2021-го, при этом пройдя через рестайлинг в 2018-м. Эта машина собиралась на площадках в Южной Корее и в Индии, а на нашем рынке вообще официально не продавалась. Поэтому большинство подобных Carnival на авторичке будут завезенными из Кореи. И будут иметь под капотом дизельный двигатель объемом 2,2 литра на 202 лошадиные силы, коробка передач, автоматическая, а привод передний. Также встречаются и бензиновые разновидности, где под капотом у этого поколения располагается V6 объемом 3,3 на 280 лошадиных сил. Наш сегодняшний экземпляр 2018-го года выпуска – это дизель 2.2. Здесь автоматическая коробка передач, передний привод и 83 тысячи километров на одометре. Габаритные размеры Kia Carnival отнюдь не детские. По этим параметрам он превосходит даже полноразмерные японские минивены наподобие Toyota Alphard. Длина кузова этого автомобиля 5 метров 11 сантиметров, ширина 1,98 метра, а высота 1,74 метра. При этом колесная база составляет 3 метра 6 сантиметров. А вот лакокрасочное покрытие у этого большого автомобиля достаточно небольшой толщины. Разброс показаний для родной краски на этом конкретном автомобиле лежит в диапазоне от 72 до 111-115 микрон в максимуме. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает огромная и, кстати, тяжелая крышка багажника. Причем без электропривода. В данном случае третий ряд сидений, которые здесь раздельны, сдвинут в максимально заднее положение. Давайте посмотрим, как обстоят дела с местом для багажа. Ширина проема багажника у этого автомобиля 1,24 метра по его средней части. Длина по полу до сидений третьего ряда порядка 62. А ширина по полу 1,24 метра. Высота от пола до потолка 1,04 метра. Если же груз достаточно длинный или его просто много, вы можете рассчитывать на полезную длину по полу порядка 2,29 метра до центрального бокса посредине между передними креслами. Что касается дополнительных удобств багажника этого автомобиля, то можно отметить плафон освещения сверху. Здесь есть 12-вольтовая розетка в боковой панели справа. А также на левой стороне панели багажника есть огромная крышка, за которой скрывается набор штатного инструмента. Также под полом багажника этого автомобиля скрывается, если можно так выразиться, сюрприз. Это четвертый ряд сидений. И такое на наших обзорах встречается, ну, крайне редко. Причем четвертый ряд рассчитан на троих седоков. Ну, а теперь про салон Kia Carnival 3-й генерации. Попадая сюда, можно констатировать, места здесь не просто много, а очень много. Причем диапазон регулировок сидения и рулевой колонки здесь реально огромный. Колонка регулируется как по наклону, так и по вылету, правда. Регулировка здесь чисто механическая. А вот сидение снабжено электроприводом. Причем отодвинуть его назад можно на достаточно большое расстояние. Что с поправкой на вертикальную автобусную посадку дает хороший запас для практически любого водителя. Мой рост 1,86 м, и за рулем этой машины мне достаточно быстро удалось подобрать оптимальную для себя посадку за рулем. Что касается стилистики и качества исполнения интерьера. По своему стилю эта машина очень напоминает своеобразную смесь из абсолютно всех интерьеров Kia. Соответствующего модельного года. Здесь есть нотки и от Sportage, и от Rio, и от Cerato, и так далее. Но это неплохо. В конце концов, унификацию внутри модельных рядов никто не отменял. В плане материалов передняя панель здесь выполнена из мягкого пластика. Кроме ее нижней части, где пластик уже более простой. Дверные карты поверху также мягкие. Сидения отделаны искусственной кожей, причем перфорированные. Соответственно, передние кресла имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Опоры под локти здесь достаточно и для водителя, и для переднего пассажира. По левой стороне отделанный кожей подлокотник, а по правой широченный подлокотник крышка центрального бокса, на котором спокойно разместятся локти и водителя, и, собственно, пассажира толкаться в дальней дороге не придется. В плане клавиш и органов управления, несмотря на то, что кнопок здесь достаточно много, разобраться с ними легко на подлокотнике двери. Абсолютно стандартный блок управления стеклоподъемниками. Причем авторежим имеет только водительское стекло. Здесь же центральный замок и управление боковыми зеркалами, которые имеют регулировки и функцию складывания. На левой стороне у нас отдельная клавиша открывания лючка бензобак. Здесь же регулировка яркости подсветки приборов и кнопка выключения системы стабилизации. Подрулевые переключатели расположены удобно. Пользоваться ими легко, тянуться к ним не нужно. На рулевом колесе два блока клавиш. Левая сторона имеет отношение к мультимедийной системе и телефону. Правая – к круиз-контролю. Здесь же расположена кнопка листания страниц бортового компьютера. Машина оснащена бесключевым доступом. Двигатель запускается с кнопки. По центру большой дисплей мультимедийной системы, на которой в том числе выводится и картинка с камеры заднего вида. Средний ряд клавиш отдан управлению системами мультимедиа. Здесь регулировка громкости, настройка станции, меню карты навигации и настроек системы. Внизу располагается блок управления климатом. Климат здесь полностью автоматический. И, кстати, трехзонный. Отдельно можно регулировать температуру у левого и правого пассажира и в зоне задних сидений. Пользоваться всем этим достаточно удобно. Поворотные ручки-крутилки поворачиваются со щелчками. То есть вы можете дозировать, насколько вы изменили температуру в ту или иную сторону. Ну а клавиши внизу тактильно различимы. И при некоторой сноровке пользоваться всем этим делом можно, не отвлекаясь от дороги. Внизу 12-вольтовая розетка и два разъема AUX и USB-вход. Селектор коробки передач выполнен в привычном форм-факторе. Здесь прямая прорезь с кнопкой блокировки. Перед селектором располагается клавиша включения-выключения парктроников, эко-режима. Здесь клавиша управления подогревом и вентиляцией передних сидений и подогрев рулевого колеса. Стояночный тормоз в этом автомобиле выполнен по типу ножника. Что касается бардачков, ниши подстаканников. Здесь перед селектором коробки передач есть большой карман, куда можно положить, например, мобильный телефон. Причем это может быть смартфон с большой диагональю экрана. Два подстаканника и еще одна полочка, правда более узкая, перед центральным боксом. Сам центральный бокс достаточно вместительный. Если не сказать большой, он глубокий и широкий. В нем есть футляр для очков, причем отделанный чем-то наподобие бархата. А внутри скрывается USB разъем для зарядки гаджетов и еще одна 12-вольтовая розетка. Основных бардачков здесь два. Верхний совсем маленький, куда войдет, разве что мелочевка типа пишущих принадлежностей. Ну а нижний тоже не поражает воображение своим объемом. Хотя документы формата А4 сложенные вдвое здесь, в принципе, разместятся. Внизу дверных карт у нас есть два этажа карманов. Первый небольшой непосредственно под подлокотником и второй, покрупнее длиной уже во всю дверную карту, имеет отформованный дополнительный подстаканник. Из интересного управления электроприводами боковых дверей в данном случае расположено на потолке, а не как на японских автомобилях, где-то на панели слева. Плюс здесь присутствует панорамное зеркало, в которое вы можете наблюдать происходящее на задних рядах. Для тех, у кого есть маленькие дети, которые ездят в детских креслах и нуждаются в периодическом контроле, эта опция будет очень полезна. По части обзорности в этом автомобиле впечатления смешанные. С одной стороны, здесь достаточно низкая передняя панель, но при этом абсолютно слепой невидимый капот, так что к переднему габариту придется привыкать. Боковые зеркала здесь большие по площади, пользоваться ими удобно. Линия бокового остекления низкая, есть даже окошечки в передних стойках, правда они практически бесполезны. Ну а с обзором назад здорово выручает камера заднего вида, без нее на таком крупном автомобиле было бы сложновато. Давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Что касается второго ряда этого автомобиля, обращает на себя внимание тот факт, что для закрытия двери вам не придется проделывать акробатические тюды с выворачиванием руки. Достаточно нажать на клавишу, которой даже не нужно тянуться на центральной стойке и дверь закроется. Что касается пространства, запас для коленей в данном случае, естественно, весьма солидный. Сидение сейчас сдвинуто до конца назад. Есть регулировка спинки по наклону, можно отклонить его практически в лежачее положение. Для удобства задних пассажиров есть подлокотник, который может фиксироваться в нескольких нужных вам вариантах. При росте 1,86 м я сижу сам за собой и, естественно, не испытываю здесь никакого дефицита места. Задние сидения можно еще пододвинуть вперед, но для меня это уже будет перебор. Из удобств для пассажиров второго ряда здесь подогревы сидений, которые включаются отдельными клавишами на центральном боксе. Есть USB розетка, небольшой бардачок внизу, два подстаканника. Также на переднем пассажирском сидении, снабженном электроприводом, есть клавиши управления, позволяющие менять наклон спинки и отодвигать, пододвигать переднее кресло, как в представительских автомобилях. Плюс присутствует механическая шторка, позволяющая слегка отгородиться от внешнего мира. Подлокотник при этом, кстати, есть не только справа, но и слева на сидении. Дверная карта же в данном случае абсолютно плоская. По низу дверной карты располагается подстаканник и небольшой кармашек для мелочевки. В целом сидеть здесь удобно, но можно посетовать на небольшую высоту самой подушки сидения. Когда мои ноги стоят на полу, никакой опоры под бедром у меня, соответственно, нет. Давайте посмотрим, как обстоят дела на крайних рядах. Третий ряд сидений в этом мини-вене уже не порадует простором. При моем росте я с трудом сюда помещаюсь. Не помогает даже выштамповка спинкой кресла. Кстати, она пластиковая и упираться в нее коленями не очень приятно. Причем отрегулировать сидение по длине отсюда у вас не получится. Это должен будет сделать кто-то, воспользовавшись ручкой в передней его части. Под левую руку у пассажиров третьего ряда есть два подстаканника и небольшой кармашек. Что касается четвертого ряда сидений, которое в нормальном положении прячется под пол багажника, то лучше бы ему на самом деле там и оставаться. Пространства для ног здесь будет мало даже для маленьких детей, что уж говорить про взрослого человека. Поэтому в данном случае, даже если мы серьезно потесним в пространстве для ног передних пассажиров, здесь не получится создать какой бы то ни было уют. Эти места чисто временные, либо реально детские. Что касается силовых установок этих автомобилей, под капотом таких машин в большинстве случаев вы найдете именно дизельный двигатель. Его объем 2,2 литра, мощность 202 лошадиные силы, крутящий момент 441 ньютон на метр. Его маркировка D4HB. Это чугунная рядная четверка. Здесь используется турбина в качестве нагнетателя, система впрыска Common Rail и цепной привод ГРМ. D4HB на самом деле неплохой двигатель с крепкой поршневой. Его ресурс на практике это под 450 тысяч километров пробега. Объем заливаемого сюда масла 7,8 литра, вязкость 5,30 либо 5,40. Гидрокомпенсаторы у этого двигателя присутствуют. Заниматься регулировкой клапанных зазоров на нем не придется. Но у этого мотора есть ряд особенностей, про которые нужно знать, если вы выбираете себе подобную машину. В первый момент у D4HB стоят пьезофорсунки. Это довольно капризный элемент топливной аппаратуры, которая очень негативно относится к солярке низкого качества. Также у некоторых владельцев эти дизеля после заправки некондиции приезжали на ремонт топливного насоса высокого давления. Из дополнительных мелочей, которые могли здесь огорчить владельцев подобных агрегатов, это выход из строя реле управления свечами накаливания, а также клинштока управления геометрией турбина. Ну и необходимость поддерживать EGR и сажевый фильтр в исправном состоянии. На самом деле не такие уж и серьезные проблемы, если не считать топливную аппаратуру. Так что если вы купили машину с подобным двигателем, постарайтесь не заправляться, абы на каких АЗС. Ремонт топливной аппаратуры на таких моторах дешевым не назвать. Из преимуществ это очень неплохая динамика, тяжелый минивэн разгоняется до 100 км в час за 10 с небольшим секунд, а также весьма умеренный аппетит, что особенно проявляется при езде по трассе. Бензиновый двигатель V-образная шестерка мощностью 280 лошадиных сил и с индексом G6DH в основном использовался на американских версиях этой машины. Из особенностей конструкции V-образной шестерки – алюминиевый блок цилиндров, отсутствие гидрокомпенсаторов, цепной привод газораспределительного механизма, муфты фазовращателей на впуски и выпуски, а также впускной коллектор с переменной геометрией. Объем заливаемого в бензиновую шестерку масла 6,5 литров вязкость 5,30. Ресурс V-образной шестерки порядка 300 тысяч километров пробега. Из проблем, с которыми сталкивались владельцы подобных двигателей, это расход масла на угар по причине залегания колец, которое в большинстве своем является следствием перегрева. Алюминиевая шестерка его боится. Поэтому за частотой радиаторов охлаждения на таких автомобилях нужно обязательно смотреть. Ну а из каких-то характерных проблем можно отметить разве что выход из строя натяжителя цепи ГРМ, где-то на пробегах около 200 тысяч километров. Так что в целом не стоит забывать также и про то, что у этого двигателя непосредственный впрыск топлива. Соответственно, ТНВД у вас присутствует, что обуславливает достаточно высокие требования к качеству бензина. Но в целом двигатель весьма надежен. Так, в паре с этими моторами трудятся только автоматические коробки передач. Их маркировки А6ЛФ2 для дизеля и А6ЛФ3 для бензинового двигателя. Это шестиступенчатые трансмиссии, хорошо зарекомендовавшие себя по другим моделям семейства Kia Hyundai. Автоматы весьма надежные при условии замены масла хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега, способны отработать долгие годы, если не слишком злоупотреблять светофорными гонками и внедорожными похождениями, на которые Kia Carnival в принципе не рассчитывался. Если вы смотрите рестайлинговый после 2018 года дизель, на таких машинах будет стоять уже нового образца восьмиступенчатый автомат с маркировкой А8ЛФ2. Именно эта трансмиссия в первые годы после своего появления успела наловить нареканий к своему поведению, которые правда исправлялись прошивкой. Однако в большинстве своем эти коробки также ходят весьма неплохо. Во всяком случае на пробег в 250 тысяч километров вы можете смело рассчитывать. Ну а перед тем, как посмотреть на Kia Carnival 3-го поколения снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для данного автомобиля 17 сантиметров. При этом низшая точка здесь находится не под подрамником, до которого от земли 21 сантиметр, а скорее под передними рычагами, либо под опорой двигателя. Это как раз те самые искомые 17. Сам передний бампер в данном случае выше передний край бампера на расстоянии около 23 сантиметров, до пластикового брызговика 18, а до задней части брызговичка всего 13 сантиметров. Так что к поребрику вы можете подъезжать абсолютно смело. От асфальта до отбортовки поддомкратника в передней части порога 20 сантиметров, а в задней 22, но до брызговика от земли всего 15 сантиметров. Замер в задней части мы не произведем, не хватает ориентиров, но задним ходом на этом автомобиле вы, естественно, можете подъехать к абсолютно любому бордюру. Даже с поправкой на длинную колесную базу, Kia Carnival это далеко не самый низкий автомобиль, и это однозначный его плюс. Что касается ходовой части Kia Carnival, по своим характеристикам эта подвеска отлично подходит для езды по трассе, и не очень для езды по бездорожью. Что касается конструктива, передняя подвеска здесь выполнена по схеме Макферсон. Нижние шаровые опоры в рычагах на болтовом соединении, то есть даже в оригинале вы можете поменять эту деталь отдельно, без съема всего рычага. Рулевая рейка в данном случае гидравлическая, об этом стоит помнить и внимательно осматривать ее на предмет отсутствия подтеков, в том числе по магистралям подачи рабочей жидкости, но и по самому насосу ГУР, кстати, тоже. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае находится на подрамнике, причем перед рулевой рейкой, и доступ к креплениям для замены втулок здесь, скажем так, не слишком удобный. Что касается антикоррозийной обработки кузова у этого автомобиля, здесь мы видим небольшое количество заводского антикора в районе лонжеронов, естественно, присутствует в изобилии шовный герметик, но большая часть днища этого минивена закрыта грязезащитными накладками, напоминающими прессованный войлок. Из этого же материала, кстати, выполнены и подкрылки в задней части автомобиля, при этом, например, на самих порогах дополнительной антикоррозийной защиты с завода не видно вовсе, как нет ее и в центральной части, на днище. Так что вывод из этого следующий. Если вы планируете долго эксплуатировать этот минивен в регионах, где в ходу антигололюдные реагенты, лучше потратить дополнительные 30-50 тысяч рублей на тщательную антикоррозийную обработку днища. По левой стороне под днищем располагается топливный бак. Он здесь пластиковый и его объем 80 литров, что с учетом небольшого расхода топлива на трассе дает весьма неплохой пробег на одной заправке. Задняя подвеска у этого минивена многорычажная. Здесь два больших продольных рычага и по два поперечных с каждой стороны. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в хорошем доступе, а пружины и амортизаторы разнесены отдельно. Так что менять эти компоненты можно достаточно легко. И, кстати, амортизаторы – это один из моментов, на которые большинство владельцев подобных минивенов так или иначе жаловались. И он становится тем меньше, чем хуже качество дорожного покрытия, на которых этот тяжелый минивен используется. Что касается антикора в задней части автомобиля, здесь он также нанесен локально, и большая его часть расположена на так называемом «тазике кузова». Таким мы увидели сегодня минивен Kia Carnival 3-го поколения в кузове YP. Этот автомобиль 2018 года выпуска – дизель 2.2 с автоматом передним приводом. Пробег 83 тысячи километров. Если у вас был или есть подобный минивен, на котором вы проехали, не одну сутню тысячи вам есть, чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь сделать выбор. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался на нашем подъемнике, всю интересующую вас дополнительную информацию уточняйте по контактному телефону, который прописан в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp, так что звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор оказался полезен, понравился, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Спасибо, что смотрите нас и до новых встреч. Пока!